Инцидент, произошедший на Голубых озерах, стал предметом обсуждения на традиционной губернаторской планерке. В РИО губернатор Юрий Бездудный поручил департаменту здравоохранения провести проверку по несчастному случаю. Соответствующая проверка проводится. Объяснительно от одного работника получено в пятницу, а второй просто был не в состоянии писать. И сегодня пишет, что будет мера в путь до увольнения сотрудников, которые нарушили все, что возможно. По предварительной информации профильного ведомства, воспитатели учреждения в жаркий день решили вывести детей искупаться на озеро, несмотря на то, что пляж официально был закрыт и не было организовано дежурство спасателей. Как они там оказались? Как дети из детского дома оказались на Голубых озерах без присмотра? Там решения были приняты непосредственно воспитателями, и руководитель детского дома даже не был в курсе о том, что они сделали. Руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов отметил, что воспитатели делали это из благих побуждений. Дети этих воспитателей очень любят. И у них дети уже старшего возраста, где довольно-таки очень трудные. Однако подвел итог в Рио губернатора Юрий Бездудный важно, чтобы воспитатели еще и заботились о детях. И поручил по факту вывоза воспитанников детского дома на озеро, повлекшего за собой угрозу жизни и здоровью ребенка, провести служебное расследование и применить соответствующие санкции к виновным в происшествии. Это же не просто происшествие. Это хорошо, что беда прошла рядом. Она буквально рядом прошла. Хорошо, что удалось спасти. Сергей Анатольевич, на особый контроль этих детей. На особый контроль детей и воспитателей. Вместе с этим Юрий Бездудный дал поручение аппарату администрации Ненецкого округа совместно с профильным вице-губернатором Сергеем Боенко проработать вопрос по присвоению знака отличия 16-летнему подростку, который спас тонущего 9-летнего мальчика.